Привет, дорогие друзья! С вами снова Евгений из города Ливерпуль и мы сегодня с вами будем готовить мясо по-французски но немного не по классическому рецепту а почему, я вам сейчас все это покажу Итак, переходим к ингредиентам Наши ингредиенты это свинина, ананас у меня один целый ананас, я его порезал на колечки 200 грамм тертого сыра твердых сортов 2 луковицы, пару зубчиков чеснока по специям, соль, перец, сметана и майонез для соуса ну и немного подсолнечного масла, чтобы противень смазать и добавление к нашему не классическому рецепту это помидоры, тоже нарезать тоненькими колечками и будем выкладывать под ананас Итак, приступим! И для начала нам нужно отбить свинину для этого мы берем кусочек свинины накрываем его пищевой пленкой и отбиваем и начинаем отбивание нашей свинины для того, чтобы наша свинина не разлеталась по всей кухне мы используем пищевую пленку мы накрываем наше мясо и буквально немного отбиваем с двух сторон и так далее Итак, мы отбили наше мясо теперь мы его с двух сторон посолим, поперчим с одной стороны и с другой стороны затем, после этого мы нарезаем наш лук меленькими полукольцами и начинаем формировать наше мясо по-французски лук режем на не толстые полукольца для того, чтобы он у нас не был сырой хорошо приготовился после лука мы размельчим несколько язычков чеснока чеснок на любителя если вам нравится, вы его ставите если нет, вы его не ставите я люблю чеснок также у нас ингредиенты это помидоры мы ее тоже режем небольшими ломтиками буквально по 5 миллиметров мы их будем выкладывать тоже на мясо под ананасы итак, друзья у нас все ингредиенты готовы начинаем заправлять наше мясо по-французски и также я сказал вам, что это не классический метод я люблю его готовить по-своему и для начала мы смазываем наш противень подсолнечным маслом буквально одну столовую ложку и этот противень смазываем хорошенечко затем первым делом многие ставят сначала мясо, потом лук я ставлю же наоборот лук я ставлю в первую очередь делаю такую специальную луковую подушку для чего? для того, чтобы он у нас прожарился пробегся ну и мясо тем временем не подгорело поэтому лук у меня идет в первую очередь после этого я выкладываю нашу свинину вот такими кусочками также хочу заметить, что я готовлю по своему рецепту так как нравится мне и очень много пишет комментариев вы пишете, что это не так классический рецепт по-другому выглядит я вижу это так я хочу приготовить это блюдо так и мне оно так зашло так оно мне захотелось так же я на своем канале готовил плов я готовил его из разного вида мяса из говядины, из баранины ну и конечно же из свинины я не мусульманин, мы свинину едим поэтому я захотел ее приготовить из свинины так же и здесь я добавляю какую-то свою изюминку в каждый рецепт и сегодня это вот так значит мы выложили лук сверху положили мясо теперь выкладываем помидорки помидорки выкладываем, выкладываем помидоры мы ставим под ананас нам нравится вот так поэтому если вы хотите попробовать вы попробуйте этот рецепт не хуже чем классический вот, можно сделать даже половину помидор, половину без помидор ну и конечно сверху ананас у меня вот такие полукольца мы выкладываем на наше мясо затем мы сделаем специальную специальную соус специальный с использованием сыра, майонеза и сметаны почему я мешаю его вместе потому что, чтобы сыр не сгорел раньше не пригорел, чем мясо наше приготовится поэтому мы его перемешиваем и для этого мы в наш сыр добавляем просто сметану сметана у меня 18% жирности добавляем по вашему вкусу сколько вам хочется я добавил штук 5 столовых ложек и майонез майонеза кто любит побольше, кто любит поменьше чем больше майонеза, тем конечно блюдо будет ваше жирнее чем меньше майонеза, больше сметаны блюдо будет менее жирнее поэтому по вашему вкусу мы готовим вот так мы любим в нашей семье, чтобы оно было вот так тщательно все это перемешиваем вымешиваем и добавляем чесночок тоже сюда для того, чтобы он не пригорел если у вас заправка немножко густоватая вы можете добавить чуть чуть больше сметаны может быть ложку подсолнечного масла и ваша заправка будет легко перемешиваться и легко наноситься на наше мясо вот теперь аккуратненько выкладываем его вот так на каждый кусочек и если вдруг вам мало этого сыра то в конце, минут за десять, за пятнадцать перед тем как оно приготовится можете посыпать еще немножко сверху присыпать этим сыром но я вас уверяю, что если вы так приготовите то блюдо получится очень даже вкусное нежное, сочное потому что у нас там лук у нас там ананасы они дают свой сок дает определенный вкус и это очень вкусно так вот мы поставили наш сыр на все мясо теперь что мы делаем мы ставим мясо на сорок минут в разогретую духовку на сто восемьдесят градусов после этого встретимся вот что у нас получилось мы отправляем наше мясо в разогретую сковородку на сорок сорок пять минут ну, смотрите, поготовно так, друзья, прошло сорок пять минут наше мясо по-французски уже готово мы его вынимаем и вот что у нас получилось мясо по-французски классическое с ананасами и добавление помидоров итак, переходим к дегустации так, друзья, наше мясо готово мы идем его дегустировать а вы не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал и до новых встреч пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok